Юля Никифорова перешла в восьмой. А там уже и первые в жизни экзамены не за горами. Пора бы начинать думать о будущей профессии. Парфориентационный лагерь очень кстати. Внимание сразу привлёк графический дизайн. Осваивать фотошоп ребятам помогают опытные наставники. Примечательно, что сегодня постигать профессию можно онлайн. Здесь программы для дистанционного обучения пришлись в самый раз. Когда я думала, что только пришла изначально на профпробы, я думала, что будет как на уроках, знаете, скучно. А здесь учителя очень по-доброму, на одном уровне с вами разговаривают, очень интересно преподают. Парфориентационный лагерь создали ещё в прошлом году. Главная цель – помочь школьникам определиться с выбором профессии. В нынешней смене принимают участие 50 ребят от 12 до 17 лет. На протяжении трёх недель эти и многие другие ребята со всех школ города будут проходить онлайн-диагностики и посещать занятия. По итогам каждый получит индивидуальные рекомендации. Спецификой этой смены является то, что профессиональные пробы дети проходят в рамках проекта «Билет в будущее». У нас заявлено три компетенции – это графический дизайн, онлайн-формат и в очном формате кузовной ремонт и парикмахерское искусство. Самостоятельно чинить бампер настоящей машины в 14 лет – едва ли такое было возможно раньше. После – работа со сваркой. Помогают ребятам коллеги постарше. Алексей Михайлов и Андрей Пименов уже с профессией определились. Накануне даже прошли финал национального чемпионата WorldSkills. Уже в сентябре юноши представят нашу республику на соревнованиях. А пока – помогают младшим. Трещину на бампере заделывали. Это довольно распространённое повреждение в современном виде. То есть у нас все автомобили с лишним пластиком. И сейчас застрадает бампер. Данная процедура занимает примерно час. Ну и ребята попробовали, ощутили это на себе. Знакомят и с парикмахерским искусством. У каждой компетенции свои рекомендации. Здесь чётко прописан курс занятий. К примеру, для парикмахеров указаны конкретные прически и перечень необходимых инструментов. Задание состоит из четырёх модулей. Это выполнение прически, накрутка на плойку и укладка волос. По словам наставников лагеря, кто-то из ребят уже хочет связать жизнь с одной из представленных специальностей. С интересом посещают все занятия. Главное – эти профессии востребованы на рынке труда. Одних только сварщиков в грядущем учебном году техникум планируют набрать около сотни.